Чувашская сказка, как река Волга началась. Жила-была бедная вдова с сыном Мишуком. Ютились они в старенькой избенке. Хорошо, если хлеба до Нового года хватало, а летом ягодами да грибами перебивались. Как-то после теплого дождя пошла старуха в лес за грибами. Ходила-ходила, ни одного гриба не нашла. Не с пустыми же руками домой возвращаться, подумала она. Дай хоть хворосту наберу. Начала собирать хворост и набрела на охапку сухого валежника. Подняла ее, видит на земле большой уш кольцом свернулся, на голове рожки желтеют. Старуха, не мешкая, сняла передник и расслала его рядом с ужом. Тот заполз на передник, поизвевался на нем, а потом остались желтенькие рожки и уполз к кусты. Старуха тут же завязала узелком передник с рожками и довольная побежала домой. Приходит домой, рассказывает сыну о своей находке. «Чему ты радуешься?» – спросил ее Мишу. «Какой в них прок?» «По молодости да по глупости ты еще не знаешь, что вместе с этими рожками нам в дом счастье привалило», – отвечает мать. «Они же не простые, а волшебные. Положи их в сусек с зерном. Сколько потом не бери, хлеб убывать не станет. В кошелек сунешь рожки, в деньгах убыли не будет, сколько ни расходуй». Решили они начать с денег. Достал Мишу в кошелек, пересчитал деньги, денег было немного, всего каких-то 7 рублей. На утро пошел Мишук на базар. Походил по базару, к тому другому причиняется. А тратить деньги не торопится. Ну-ка и стратишь, и они не восполнятся. Потом приглядел себе сапоги со скрипом. И была не была, отдал за них 3 рубля. Купил сапоги, отошел в сторонку, заглянул в кошелек. А там как было 7 рублей, так и осталось. На эти же 7 рублей они и дом новый просторный построили, и амбар, и сарай. Скотины всякое накупили. Одним словом, стали жить не хуже других деревенских богатеев. Мишук не только в праздники, но и по будням носил свои сапоги со скрипом. Парни-сверстники так и прозвали его Мишук в сапогах. Стукнуло Мишуку 20 лет, пора жениться. Высватала ему мать, дочь богатых родителей. В свадьбу справили честь по чести. Люди дивились, откуда у бедной вдовы ее сына взялось в такое богатство. Но мать с сыном не то что чужим, своей невестке и то ничего про чудесные рожки не говорили. Пришла зима. А зимой главное дело для девок и баб прядине. Села за пряжу и молодуха. Чтобы невестка напряла побольше, свегровь взяла, да незаметно и сунула ей в кудель чудесные рожки. Невестка день придет, второй, третий. А мочка куделя не только не кончается, даже не бывает. Вот беда-то думает молодуха. Люди смеяться начнут. Одну мочку за три дня осилить не могу. И когда на четвертый день свегровь затопила печь, а сама вышла по какой-то надобности к соседке, молодая-ка, недолго думая, сняла кудель с гребня и кинула ее в огонь. А чтобы свекровь не догадалась, достала новую мочку. Приходит цвет крови от соседки и девица. Что дрова в печке как горели, так и горят, не убывай. Пора бы уже и хлеба в печь сажать, а только как их в пламя посадишь. Ты, Сношенька, кончила свою кудель прячь? Почуяв неладное, спросила свекровь. Нет, еще не допрела, ответила молодая-ка. А время подходит к обеду. Сын пришел домой. Печь же как топилась, так и топится. Дрова все не прогорает. Тут уж и невестка что-то понимать начала и призналась. Я в печку кудель бросила. Уж ни от того ли огонь не убывай. Эх, Сношенька, Сношенька, что ты наделала? Заголосила старуха. Ты же погубила, разорила нас. Хватайте ведра, таскайте воду, тушите огонь в печи. Сын сразу понял, мать схватил ведра и колодцу. Невестка тоже ему помогать принялась. Они воду таскают, а мать ее в печь на огонь выливает. Ли-ли-ли-ли, на силу потушили. Однако огонь погас, новая напасть. Полилась из печки вода. Час течет, два, полдня течет. Уже и избу все затопило, и подворье затопило. Из избы до со двора потекла вода по оврашку, дальше и дальше. И с каждым часом ее становилось все больше и больше. Вот эта вода, не переставая, текла из печи и дала, как сказывают старые люди, и дала начало большой реке, которая и по сей день течет по Чувашской земле. А так как старухиного сына звали Атал-Мишук, то и реку Чуваши назвали Адал, то есть Волга.